Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим о браке, заключённом на территории Польши. И неважно, то ли это будет брак с гражданином Польши, то ли это будет брак между двумя иностранцами. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Итак, сразу отвечу на ваш вопрос. Да, иностранцы, которые живут на территории Польши, которые имеют временный вид на жительство, либо же БМЖ, имеют право также заключить брак на территории Польши. И он будет также актуален в вашей стране, после чего вам просто нужно будет его зарегистрировать именно в вашей стране, то есть подтвердить эти документы. Но об этом немножко позже, а сегодня поговорим о самих документах, вообще о видах брака на территории Польши. В принципе, документы, которые вам нужно будет собрать, они будут одинаковы, что касающие брака с гражданином Польши, что касающие также иностранцев, двух иностранцев, которые проживают на территории Польши. Как известно, можно зарегистрировать свой брак в ужин Десану Цивильнегу, то есть это в том же ЗАГСе, и это будет считаться гражданский брак. Если в наших странах пара живет вместе, не расписавшись, то у нас считается это гражданский брак. В Польше же все наоборот, вам нужно пойти в ЗАГС, зарегистрировать этот брак, и он только тогда будет считаться гражданский. Если же вы хотите зарегистрировать свой брак в церкви, в костюле, в храме, то такой вид брака называется по конкордату. Такое странное слово. По конкордату. Не признаются браки, которые будут зарегистрированы на территории Польши, в мусульманским союзам. То есть такой брак признать на территории Польши невозможно. Наверное, не стоит тут рассказывать слишком много, что какое означает, а, наверное, перейду сразу же к документам. Единственное, что предупреждаю вас сразу. Если вы решили заключать брак на территории Польши, неважно, с гражданином страны, либо же с иностранцем, то приготовьтесь к тому, что вам нужно будет собрать. Большое количество документов, ну и плюс это ожидание, которое затягивается до года, даже чтобы вступить именно в брак. Потому что сама процедура сборки документов занимает очень большое количество времени. Перед тем, как вступать в брак, вам нужно будет обратиться в консульство и взять там справку о том, что вы не состоите в браке на территории вашей страны. Если же вы были после развода, либо же вы вдовец-вдова, то вам также нужно будет взять справку с консульства, состояние вашего брака. И если он выдан не в польском языке, тогда вам нужно будет его перевести и заверить у присяжного переводчика. Кстати, вы меня очень часто спрашиваете, где мы переводим документы у присяжного переводчика. Я вам оставлю сайт, где вы можете выбрать язык, с которого вам нужно перевести польский документ, либо же наоборот, и город, где вы проживаете. И вам тогда высветится список присяжных переводчиков, которые зарегистрированы официально, и сможете выбрать того или иного переводчика, при этом же прозвонить каждому, узнать цена какая, то есть немножко посравнивать их. Поэтому оставлю вам ссылочку в инфобоксе. Что касается граждан Беларуси, то я вам советую иметь перевод на русский язык, а на территории Польши переводить уже на польский язык. Потому что если у вас документы на языке белорусском, то вам здесь нужно будет перевести на русский сначала язык, а потом с русского на польский. И вам это обойдется в очень кругленькую сумму, поэтому если у вас документы на белорусском языке, то переводите в вашей стране его на русский язык, а потом уже на территории Польши на сам польский язык у присяжного переводчика. Для регистрации брака вам нужно будет иметь паспорт двух сторон. Далее это свидетельство о рождении. Если свидетельство о рождении выдано в другом языке, не в польском, то тогда нужно будет сделать перевод у присяжного переводчика. Так как я вам сказала справку о том, что вы после развода, либо же наоборот вы не были в браке, то есть это справка с консульства, также переведенная у присяжного переводчика на польский язык. Также заявление о том, что нет никаких обстоятельств, которые бы препятствовали вам зарегистрировать этот брак. Подтверждение оплаты гербового сбора, это 84 злотых. Чтобы получить такую справку о том, что у вас нет никаких препятствий для того, чтобы вступить в брак с гражданином Польши, либо же с иностранцем на территории Польши, нужно будет обратиться к украинскому нотариусу и взять у него такой документ. Я знаю, что раньше такой документ выдавал ЗАГС, но в последнее время он не выдает такие справки, просто нужно будет обратиться к нотариусу. И такой документ называется «Нотариальное заявление о семейном положении в Украине». Как только вы получаете такой документ, то не забудьте его перевести на территорию Польши на польский язык и заверить у присяжного переводчика. Для того, чтобы вступить в брак с гражданином Польши, либо же с иностранцем, в ЗАГС подаются документы за 30 дней до планируемой даты. То есть раньше 30 дней вы не можете подать. Также в Польше не влияет то, что вы в положении, либо не в положении, то есть беременность. А если в Украине можно сразу же расписаться в этот день, то в Польше справка о том, что вы беременны, никак не влияет на ускорение этого дела. Хотя, конечно, есть и исключения. Я скажу вам, главное, наверное, все зависит от города и от воеводства, а также от самого ЗАГСа и начальника. Если же вы выступаете в брак с гражданином Польши, и у вас какие-то серьезные есть аргументы для того, чтобы ускорить процесс бракосочетания, либо же, наоборот, его оттянуть, хотя вряд ли, наверное, вы будете оттягивать его. Но если нужно будет ускорить, то просто нужно будет обратиться к самому начальнику отделения ЗАГСа и написать там заявление и подтвердить аргументами, почему вы должны ускорить этот брак. Возможно так, что вам его ускорят и назначат дату, которая будет самая ближе, не в течение 30 дней. Но это все индивидуально, то есть нужно будет просто разговаривать напрямую с начальником отделения ЗАГСа. Что касается регистрации самого брака, должны быть, помимо обращающих, еще должны быть свидетели. Свидетели должны быть совершеннолетние. Также это могут быть граждане не республики Польши, то есть это могут быть иностранцы. Главное, чтобы они понимали польский язык. Если же иностранцы не понимают польский язык, то отделение ЗАГСа может предоставить еще переводчика присяжного, который вам будет переводить всю полностью церемонию и за эту услугу вы должны будете дополнительно еще доплатить. Если же вы заключаете брак в отделении УСЦ, то есть в ЗАГСе, то после бракосочетания вам выдается свидетельство о заключении брака. Если же вы регистрировали свой брак в храме, в церкви, в костеле, то священник должен в течение пяти дней отдать бракосочетание, передать все документы в ЗАГС. После того вы имеете право обратиться в отделение ЗАГС и забрать свое свидетельство о бракосочетании. Не обязательно присутствовать двоим супругам, может быть кто-то один прийти и забрать этот документ. Наверное, еще один вопрос, можно ли расписаться с иностранцем на территорию Украины? Конечно, вы имеете право поехать, например, с поляком, либо с полькой на территорию Украины в самое ближайшее отделение ЗАГСа, то есть можете даже пересечь границу и там подать документы на бракосочетание. Для того, чтобы ваш брак признали на территории Польши, вам нужно будет сделать умисцование этого документа, то есть нужно будет подать документы свидетельства о браке, переведенной на польский язык присяжного переводчика, также свидетельства о рождении, копии паспортов, после чего ваши документы проверяются в течение двух-трех недель, если все актуально, если ваш брак подтвердился, после чего вам будет выдан акт маженства, который стоит 50 злотых, после чего ваш брак будет считаться официальным уже на территории Польши. Помните, чтобы вступить в брак, неважно с поляком, либо же между иностранцами, вы должны находиться на территории Польши легально, то есть если вы подали на карту временного побыта, например, и у вас нету никаких отметок, либо нет никакой децидии, то, к сожалению, брак с гражданином Польши, либо же между иностранцами, не может быть зарегистрирован, поэтому отделение ЗАГС всегда требует документы, подтверждающие легальное нахождение на территории Польши. Это может быть виза, это может быть воевудская виза, это может быть карта поляка, карта побыта, то есть любой документ, который подтверждает то, что вы находитесь здесь легально. Еще хотела бы вам сказать, что бракосочетание в консульстве вашей страны на территории Польши невозможно, то есть если раньше, наверное, так делали, потому что я уже не раз встречалась, не раз слышала об этом, то на данный момент, не знаю, как за другие страны, находящиеся в консульстве на территории Польши, но что касается украинского консульства, он не регистрирует бракосочетание, поэтому вам нужно будет обратиться в ЗАГС на территории Польши по месту прописки, либо же по месту проживания и подавать там документы все необходимые для того, чтобы зарегистрировать ваш брак. Поэтому, в принципе, ничего нету сложного, самое сложное, это дождаться всех документов, это самое дольше занимает процесс получения документов с консульства, суда, переводы, то есть как бы войдет оно не в маленькую сумму, наверное, ваш брак, но, скорее всего, оно того стоит. Поэтому, спасибо, что сегодня были вместе со мной, надеюсь, вам информация была полезна и интересна. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!